Здравствуйте. Здравствуйте. Нас ждете? Антон Михайлович, или Вы уже не разговорчив? Ну и кто? Нас второй же родмарк, а Вы меня не знаете? Незнаком? Здрасте. Здравствуйте. Что Вы за ландовизм не подскажете? Где? Ну вот на щитке, не смеваемые надписи. Отверстие проделанное для правоушек, запорным механизмом. Не знаете, что за ландовизм? Кто? Я же Вам представился. Документы. Вы их не видели ранее, да? Нет. Ну вот я показывал уже, показываю еще раз. Удостоверение личности. Какое? Статья 161 для КРФ. Да? Да. О чем она гласит? Что я Вам должен удостоверить личности? Я имею право удостоверить Вашу личность. Удостоверяйте, но я Вам не обязан ничего предоставлять. Правильно? Паспорт. Вы имеете право удостоверить, но меня статья не обязывает предоставить. Удостоверяйте. Вы зачем пришли? Удостовериться, что у Вас тут происходит. Вы теперь на мой вопрос ответите, что у Вас в ландовизме устроено. или Вы не в курсе? Я так понял, Вы скрывать что-то будете, да? Отключать будете что-то? Мужчина, Вы меня слышите? Владимир. Я с вами разговариваю. Владимир, Синя, Робин. Будете что-то отключать? Это сотрудники РЭО-2. Старший в данный момент я. Если хотите разговаривать, разговаривайте со мной. Вы руководитель группы? Да. Какие действия собираетесь предпринять? Вы меня слышите или Вы слышите только себя? Я Вам ответил для начала осмотр. Вот сейчас я выявляю здесь надписи не смываемым маркером и просверленное отверстие установлен запорный механизм. Вас как жильца этого дома спрашивают, Вы в курсе, кто это устроил? Я не обязан отвечать на Ваши вопросы. Не хотите отвечать? Я не знаю, кто Вы. Хорошо. Дальше нам нужно провести осмотр внутри щитка. Какие Ваши полномочия? А какие Ваши полномочия не пускать? Я собственник. Чего? Общедомового имущества. Ну и дальше что? Я Вам запрещаю. Вы имеете право к нему не допускать? Я Вам запрещаю. Вы в прошлый раз приходили и отключили здесь право. И здесь был участковый и он разрешил, дал добро. Так? Он на Вас работает? Он работает, насколько я знаю, на государстве. На государстве? Ну да. Он же служит законом, так? А его собственники распорядились? Да. А именно тоже должны собственники добраться, да? Да как же. Закон гласит, только полномочный орган, только в общее собрании собственников. А то есть если приедет участковый, он без собрания собственников по Вашему ничего сделать не может? Нет. Никого не задержать, не опросить, не получить куда-либо доступ? Вы тут хозяин. Только в рамках закона. Хорошо. Давайте так. Я Вам сейчас под камеру Вашу даю слово, что мы отключать свет не будем. Нам нужно удостовериться, что происходит внутри. В таком случае Вы нас допускаете, нам нужно осмотр произвести. Полномочия. Личность должен осмотр. Вы лично, Вы же собственник, Вы при дырку откроете, мы даже касаться не будем. Я Вам не верю. Ну мы вводим осмотр. Я Вам не верю. Вы же сейчас осмотр. Смотрите, Вы в таком случае под запись. Я себя в таком случае сейчас дискредитирую, если я Вас обманул. Полномочия, покажите, кто Вы. Нет, подождите. Речь. Кого я буду? Я же Вам показал. Мастер ЖУ-2. Это ни о чем. Мы работу проводить не собираемся, нам нужно осмотр. Часть вторая, стадия 312 ГКРФ. Доверенность. Я Вам уже представился. Вы где работаете? В РЭУ-2? В ЖУ-2. Отлично. Домом кто якобы управляет? Управляющая компания ДСВЖ. Вы, ЖУ-2, какое отношение имеет УК ДСВЖ? Прямое. Какое? Рабочное. Профессиональное. Какое? А чтобы документы показать? Конечно. А кто Вы, чтобы я Вам документы показывал? Я собственник. Есть приемная, есть руководство, там запрашивайте. Я собственник. Моя функция другая. Какая? Рабочая. Какая рабочая? Рабочая. Я собственник, а Вы-то кто? Я же Вам представился, Вы адекватны? Я адекватно. Где доверенность? Что хотите? Я Вам не обязан предоставлю. Как ты не обязан? Часть вторая. Нет, вы от разговора уходите. У Вас отначально был вопрос, Вы будете отключать. Я Вам отвечаю, нет. Дальше? Дальше. Дальше. Дальнейшее действие. Доверенность? Нет, дальнейшее действие. К чему был Ваш вопрос про отключение? Я говорю, нет. Мы не собираемся никого отключать. Да мне не важно, о чем Вы говорите. А зачем Вы спрашиваете? Смотрите, если Вы пришли на осмотр, кто Вас направил? Меня не должен никто направлять. У меня есть полномочия, трудовая обязанность моя. Инструкция. А, то есть Вы сами по своей инициативе? Конечно, мы ходим, если не по своей инициативе, а по рабочей инструкции. Я мастер. С инструкцией ознакомьтесь? Я провожу осмотр. Вы еще с трудовым договором можете Вас ознакомить? Ну тогда это слова все. Вы тоже слова. Предоставьте документы, что Вы собственник. Я Вам не верю. Предоставите? Предоставлю. Предоставляете. Я жду. Сейчас придет соратник. Какой соратник? Соратник. И что? Нет, я заставлю. А почему Вы без него не можете? Не хочу отходить отсюда. Почему? Вы боитесь? Нет. А в чем тогда проблема? Хорошо, давайте мы не будем открывать, мы визуально его осмотрим. Так Вы не против, я надеюсь? Ну Вы же смотрите на него. Нет, Вы закрываете, мне его нужно осмотреть. Что? Вот Вы отойдете на шаг в сторону и открывать я его дотрагиваю. Да я не хочу никуда отходить. Ну то есть Вы и визуально не даете осмотреть. Вы же смотрите. Я Вам еще раз говорю, Вы закрываете. Нам нужно осмотреть его. Не видите? Нет. Не видите предупреждения, не видите постановления по обвинению. Я еще раз говорю, Вы закрываете его. Что? Да я ничего не закрываю. Вот я Вам сейчас говорю, что для меня Вы закрываете, мне нужно провести визуальный осмотр. Что? Ну смотрите, я же Вам не мешаю. Ну будьте добры, отодвиньтесь, Вы мешаете. Так я не хочу. Ну то есть Вы мешаете, но не хотите предупреждения. Я никогда не мешаю. Я Вам еще раз в глаза говорю, Вы мешаете. Да хоть в глаза вообще-то смотрят, а не говорят. А я Вам говорю в глаза. Глаза слышат? Глаза слышат? Да. Не знаю как у Вас. Вы же сказали, что Вы с другой планеты. Почему, кстати, не выложили, нарезали. У меня благо полное есть, ждите. Серьезно? Да. Так пришлите мне. Да. Зачем? Как зачем? Это Вам будет очень дорого стоить для Вашего контента. Сколько? Вас только нету, Вы же даже за свет не платите. Назовите. Ну так что, Вы будете нам дальше мешать? Цену назовете? Нам нужно провести визуальный осмотр. Цену назовете? Заплатите за ЖКУ. Я Вам вышлю. Все материалы у Вас. А, то есть уже пошли не угрозы, а плюшки. Понял? Плюшки? Да. Что значит плюшки? Ну, типа вознаграждение. Вымогательство с вознаграждением. Это наше вознагражденном языке? Смотри. Новое явление. Вымогательство с вознаграждением получается. Я Вам в прошлый раз говорил про клевету и сказал, Вы не боитесь за клевету попасть по закону. Сейчас еще раз Вас спрошу, Вы не боитесь? Просто Вы сейчас назвали это вымогательством. Давайте так. Я Вам представился. Если судом Вы по суду не докажете, что это вымогательство, то с Вас соответственно ответственность административная, может и уголовная. Я под запись сейчас записал, Вы назвали это вымогательством. Не докажете это клевета? Ты мне что опять угрожаешь? Судом разве что? Законной расправой по административному нарушению. То есть угрожаешь? Я Вам еще раз говорю. Законной расправой. Что? Законной чем? Ну расправой при невиннесении. Это разве не расправа? Ты хочешь со мной расправиться? Причем тут я? Я же Вам сказал закон. С помощью закона. Вы сейчас клевещете на меня, Вы называли меня. Ты сам сказал, это законная расправа. Вы сейчас сказали, что это вымогательство. Я Вам говорю, что по суду Вы будете привлечены к ответственности за эти слова. Я Вас причем на прошлой неделе, на прошлой неделе, я Вас уведомлял об этом, как бы напоминал. Друг Вы закон не знаете. Знаете только, который Вам удобен. Так, Дмитрий, я сейчас это, мне этот цирк надоел. Мне тоже. Вы доступ предоставите? Мне с Вами вообще разговаривать будет интересно. А что ж тогда разговариваешь? Потому что я Вам говорю, Вы… Смотри, я предполагаю, что Вы собираетесь совершить это противоправное действие. Какие? Отключить от электричества опять квартиру. Ну а я Вам сказал, нет, отключать мы не будем. Ну мало чего ты сказал. Ну вот как только Вы увидите, что мы начнем производить действия… Ты сказал, что ты сюда пришел по инструкции, правильно? Я сказал, что у меня есть рабочая инструкция, я провожу осмотр. В данный момент мы пришли осмотр у Вас проводить. Визуальный осмотр физического воздействия, кроме как открыть дверку и закрыть, нами производиться не будет. Вы увидите, они с болгаркой пришли. Чисто визуальный осмотр. Конечно, в случае, если здесь будет выявлена запирающая конструкция, которая не позволит, то мы будем вынуждены ее срезать. Насколько я сейчас вижу, что ничего не запирает… Смотри, смотри. Нам нужно просто открыть, визуально принести осмотр и уйти. Для чего открыть? Я же говорю, визуальный осмотр, вдруг там нарушение. Для этого здесь электрики. А болгарка для чего? Я Вам только что ответил. Вспоминайте. Но болгарка нужна? Ну, насколько я вижу, нет, но Вы сейчас закрываете. Все, человек может быть свободен, правильно? Так он и так свободен. Сейчас вообще с Вами я разговариваю. Володя куда-то ушел? Он здесь? Владимир тоже здесь. Я же Вам сказал, для чего он нужен. Он будет производить осмотр. Владимир, а предъявите, пожалуйста, удостоверение. Мы в прошлый раз так и не показали. Он предъявит удостоверение во время выполнения своей работы. В данный момент работу он не выполняет. Как только Вы к щитку его подпустите, он Вам предоставит. Он не на рабочем месте? Это в данный момент Вам не важно. Он, когда будет производить работу, связанную как-то с Вами или Вашим имуществом. А что Вы голос повышаете? Чтобы Вы четко слышали. А я слышу Вас прекрасно. Ну вот. Ну так что, мы с Вами договорились. Вы нам предоставляете доступ к визуальности? С кем? Кто Вас назначил на эту службу? Кто Вас назначил на эту службу? Нет, подождите, да или нет? Что да или нет? Вы предоставляете нам? Полномочия сначала подтвердите. Ну, в общем, Вы просто время тянете. Какое время? Володя. Сними, пожалуйста, камеру. Вы Булгаков Антон Николаевич, верно? Для проформы. Как бы мы Вас и так все знаем. Вы Булгаков Антон Николаевич? Вы кто? Или по-другому, живой мужчина, как собственник имени или как Вы называетесь? Вы кто? Булгаков Антон Николаевич. Ну, насколько я вижу, это непосредственно он. Так вот, еще раз я Вам предоставляю достоверение. Вы будете его смотреть и снимать на камеру. А что толку? Это просто бумажка. Сотрудник ООЖУ-2, должность мастер. Булгаков Антон Николаевич Ярославов уведомляет, что по состоянию 0.04.08.2021 у вас образовалась должность по оплате ЖКУ в размере 37 409 рублей 47 копеек. Что со размером двум или более ежемесячным начислениям? В соответствии с ЖК РФ, правилом восстановления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений на квартирных домах, утвержденным восстановлением правительства Российской Федерации 1.06.05.2011 за номером 354 и положениями договора управления на квартирных домах ООО УК ДСВЖР имеют законные основания внести ограничения в виде приостановления услуги подачи электроэнергии. Приостановление данной услуги будет произведено по стечении 20 календарных дней со дня текущего уведомления. Спасибо Вам, что Вы меня не переубивали. Ну, я даже не буду Вас спрашивать в очередной раз, хотите ли Вы подписаться на данное уведомление, Вы же всегда отказываетесь. Я Вас устно под запись и со свидетелями уведомил, через 20 дней мы с Вами увидимся. Хотите? Да. Хорошо. А что Вы для этого необходимо, чтобы там были подписи и печать? Давайте, давайте, доставайте, что Вы убираете. Я говорю, чтобы там были подписи и печать. А что Вы убрали? А я Вам ничего не давал. Так Вы зачитали что-то? Ну, значит, сейчас я Вам принесу еще и письменное уведомление. А что сразу не принесли? В данный момент меня Вас устно уведомить достаточно. Вы устно? Итак, Вы и так почту не читаете, уведомления не открываете, на телефонные звонки Вы сбрасываете. Я Вас уведомил в устной форме под запись. Это тоже вполне себе законный использование. Серьезно? Да. А вот теперь все то же самое, только в письменном виде. Еще раз. Еще раз. Ну, я говорю, я принесу, но там будет указан этот текст и внизу ООО УК ДСВЖР. Ни подписи, ни печати. Ну, Вы их затребуете, как Вы обычно это делаете, но нет необходимости в этом. Вы распишитесь в таком уведомлении или мне это время не тратите? И это документ? Конечно. Это уведомление. Ну, приносите. Приносите что? Вы будете расписываться? Что угодно приносите. Посмотрим. Мне надо видеть. Уже посмотрим. Мне надо видеть. На прошлом опыте. Да Вам приносили уже неоднократно. Вы отказываетесь. Где, куда, когда. Конкретно. Я Вас еще раз спрошу. Конкретно сказал А, говорим Б, где, когда, кто приносил. Вы мне указывать будете? Нет, ну ты сказал, ты же не договариваешься. Вы тоже очень много чего договариваете. Ты вот на видео работаете? Я Вас еще раз спрашиваю. На видео работаете Вы, Вы как раз с него деньги зарабатываете. А Вы не работаете, да? Вы решите в этот раз, я скажу еще раз о том, что Вы утверждаете всем про безоплатные услуги, а на самом деле это у Вас донаты открытые. Ты перевод слова донат знаешь? Пожертвования, давайте так называем. Пожертвования, которые налогами не обогают. Церковь тоже платные услуги оказывает? Причем тут церковь. Там тоже пожертвования не принимаем? Там тоже пожертвования не принимаем? Как Вы это вырежете в очередной раз? На самом деле. Чего вырежем? Ну в прошлый раз вырезали? Нет. Нет? Нет. Ну хорошо. Тогда тоже не договаривайте Б. Я Вас еще раз спрошу. Прошу Вас. Представьте нам доступ визуально провести осмотр. Единственное физическое воздействие. Мы открываем и закрываем. Я с удовольствием предоставлю. Вот как только покажете паспорт, доверенность, приказ, распоряжение. Вот в данный момент, в данной ситуации отказывайтесь. Бутевой лист. В данный момент с данными документами вы отказываетесь? Вы отказываетесь предоставить документы. Я Вам не обязан. Обязан. Ну, докажите судом. Докажите судом, что я обязан, действую сейчас неправомощно. Сейчас, сейчас, не волнуйтесь, доберемся. Хорошо. Доберемся. Вы отказываетесь с данным моментом? Вы отказываетесь предоставить документы. Всего вам доброго. Всего хорошего. Вы посмотрите, какая там бумажка, уведомление. Сам напечатал, ни подписи, ни росписи, ничего нет. А я вам почему не получаю? Никто не хочет доверенность брать на себя ответственность. Владимир, покажите удостоверение, пожалуйста. Конечно, Владимир. Удостоверение покажите, пожалуйста, Владимир. У каждого будет, пожалуйста, распространяясь. Что, тоже отказываетесь? Вот как вы так все ходите? Пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Да, полный закон. А вам, вы кто? Вы кто? Я собственник. Чей? Как партия? 16-й. Позвольте, вы тоже? Пойдемте, я покажу. Так, Плешков Владимир Николаевич. Все, благодарствую. Да мне достаточно фамилий, мемочный. О, Рео-2, да? Да. Владимир, у меня, как вам, как человеку, претензий нет. Я занимаюсь сам за защитой. Вы сами видите, что они ходят все без документов и хотят что-то предъявить. Я тоже предполняю, что я для вас. Благодарствую. Всего хорошего. Ну, что там они? Вышли? Удачи. 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 Субтитры подогнал «Симон»